Итак, всем привет! Я очень-очень рада приветствовать всех вас на моем YouTube-канале и это видео будет специальным видео, снятым по вашим просьбам и в этом видео я расскажу вам о своих любимых парфюмах Итак, если вам интересно узнать про мои любимые парфюмы оставайтесь, пожалуйста, со мной впереди у нас еще очень-очень много интересного Честно говоря, я не могу сказать, что я какой-то такой мега-фанат различных парфюмов Да, безусловно, с утра выходя из дома, я с удовольствием надеваю один из своих любимых ароматов Они для меня делятся на дневные легкие и на вечерние такие более терпкие, более такие вававум Огромной коллекцией парфюмов я похвастаться не могу Раньше, когда я была моложе, у меня было достаточно большое количество баночек и скляночек с различной туалетной водой но потом в какой-то момент я поняла, что большинством из этих баночек я не пользуюсь Я, честно, собрала все эти баночки в пакет и подарила их своим подругам Подруги были счастливы, а я уже начала более осознанно выбирать для себя подходящие парфюмы Не выбирать даже, а подбирать для себя подходящие парфюмы, соответствующие моему настроению моему самоощущению, моей женской энергии, моей органики на данный момент Я, наверное, не изобрету велосипед, парфюм для любой женщины является продолжением ее женского я Парфюм должен соответствовать самоощущению женщины И вот те парфюмы, о которых я вам сегодня буду рассказывать и те парфюмы, которые я вам сегодня покажу Это был мой совершенно осознанный такой взрослый выбор, чему я очень-очень рада Итак, мой первый парфюм, мой такой вот абсолютный любимчик Это Аква Аллигория от марки Гюрлен Это Гросселина Это туалетная вода Вообще Аква Аллигория это серия туалетной воды от марки Гюрлен Каждая композиция, которая основана на одной доминантной ароматической ноте И вот в данном случае Гросселина это красная смородина Я очень-очень люблю данный запах, честно говоря, подобрала его для себя достаточно давно Еще лет, наверное, 8-9 назад К сожалению, сейчас данная туалетная вода с кентаз производства Поэтому я с большим трепетом и с большой аккуратностью расходую данный парфюм Потому что я понимаю, что, к сожалению, как только у меня вот этот вот волшебный флакончик закончится То и данная туалетная вода у меня тоже закончится И повторить ее я не смогу никакими способами, как бы мне не хотелось Ну, единственный способ остается просто уговорить руководство Гюрлен Вернуть данную туалетную воду в производство Для того, чтобы вот все любители Гросселина могли продолжать радовать себя данным чудесным ароматом И, как я уже сказала, я очень-очень люблю данную туалетную воду Она улучшает мне настроение Она полностью соответствует моему я, особенно в утреннее и дневное время И я редко выхожу на улицу, не окутав себя ароматом вот этой вот водички Гросселина от марки Гюрлен Еще одним моим дневным любимчиком является вот такая вот туалетная вода от Jo Malone Это называется Wild Blue Bell Дикий колокольчик Туалетная вода, данная в объеме 30 мл Как вы видите, расходую я ее совсем по чуть-чуть Вот когда мне на день хочется какого-то такого более терпкого, более интересного Более такого загадочного, наверное, интригующего аромата Я с удовольствием прибегаю к помощи данной туалетной воды Запах у него очень необычный Он и не легкий, и не тяжелый Он такой терпкий Честно говоря, на самом деле мне очень сложно описывать запахи Потому что я не очень, наверное, разбираюсь и в принципе описать запах Подобрать слова, которые полностью выражают и отражают запах достаточно непросто Я достаточно давно хотела попробовать для себя ароматы от марки Jo Malone Wild Blue Bell Я зашла в специальный парфюмерный корнер Jo Malone Перепробовала достаточно большое количество ароматов И вот мне на тот момент понравился больше всего именно этот ароман Он все-таки недостаточно легкий, но тем не менее, если мне днем хочется немножечко поинтриговать Немножечко быть загадочной и как-то чувствовать себя такой вот особенной-особенной Может быть даже немножко ведьмочкой Я с удовольствием прибегаю именно к помощи этого аромата И, собственно, моя задумка мне удается Еще один мой любимый дневной аромат Это вот такой вот Chanel Chance О, Фраше, зелененький Chanel Chance Шансов несколько Вот мне больше всего нравится вот этот вот зелененький Причем это у меня такой вот дорожный флакончик Очень удобный Я специально купила То есть это вот такая вот пластиковая упаковочка В которую вставляется колбочка с ароматом У меня таких три колбочки Они продаются в комплекте И очень удобно данный парфюм бросать с собой в чемодан Я уверена, что парфюм не разобьется Туалетная вода не разольется И, как правило, когда езжу в одной из своих многочисленных поездок Я не беру большие стеклянные флаконы с парфюмами Я бросаю вот такого вот малыша от Chanel Chanel Chance И его мне хватает для того, чтобы в течение поездки Ежедневно окружать себя очень приятным ароматом Который мне нравится Который создает мне необходимое настроение И радует меня Помогает мне чувствовать себя женственной Помогает мне чувствовать себя неотразимой Помогает мне чувствовать себя такой вот девочкой-девочкой По таким вот дневным легким ароматам Это, наверное, все Теперь давайте переходить к вечерним ароматам Что касается вечерних ароматов То моими абсолютными любимцами Моей такой вот давнишней уже маниакальной страстью Являются ароматы от марки Tom Ford У меня их два Один из них это просто бестселлер марки Это невероятный табак и ваниль А второй, который я купила несколько позднее Это уже White Suit Это белая замша Итак, начну рассказывать с аромата табака ванил Это действительно просто классика такая Tom Ford Это аромат унисекс Я слышала о нем огромное количество восторженных отзывов Как от мужчин и от женщин И когда я зашла в ЦУМ и решила попробовать Собственно, я решила, что я этот аромат очень хочу Я пришла его и понюхала Я в него влюбилась Это, конечно, такой вот стопроцентный супераромат для того, чтобы чувствовать себя настоящей женщиной Это аромат, используя который вы 100% привлечете к себе внимание То есть именно этому аромату я всегда получаю наибольшее количество комплиментов и восторженных отзывов Люди подходят и спрашивают, а что это за такой особенный парфюм Плюс мне очень-очень нравится его такой вот унисекс Но унисекс не в плане жесткости А такое вот очень элегантное, очень благородное балансирование На стыке женственности и мужественности Я понимаю, что данный аромат, когда я одеваю какое-то очень изящное кисейное платье Подчеркивает мою хрупкость Если я одеваю, допустим, кожаные какие-то ботинки Кожаную куртку и джинсы Он будет подчеркивать мою мужественность Тем не менее, оставляя меня абсолютной девочкой-девочкой За что данный аромат люблю И обожаю, верна ему И думаю, что как только у меня эта баночка закончится Я с удовольствием куплю для себя еще один табако-ванил Прямо куча-куча лайков Это такая вот моя абсолютная любовь с точки зрения аромата Второй аромат от марки Tom Ford, о котором бы мне хотелось рассказать Это вот такой вот аромат White Suit Белая замша Собственно, оба парфюма Упаковки у всех парфюмов Tom Ford Они одинаковые по форме Они бывают разные по цвету Бывает еще такой небесно-голубой Данные парфюмы в объеме 50 мл В принципе, парфюмы от Tom Ford Не самые демократичные на рынке Они относятся к достаточно дорогому сегменту парфюмов Поэтому, конечно, мне бы хотелось иметь больше парфюмов Tom Ford Но вот пока что у меня два и, честно говоря, не сильно по этому поводу страдаю Потому что двух не хватает Вот у парфюма White Suit У него такой очень мягкий аромат Но он не столько терпкий Он такой вот обволакивающий По моим ощущениям от данного аромата Он несколько близок к аромату от марки Jo Malone Который я вам уже показывала Он так вот обволакивает, задурманивает И создает желание еще раз понюхать Еще раз прикоснуться к этому запаху Он очень интересно раскрывается на коже Если табак и ванил, он такой вот более прямой, что ли То White Suit, он... Это такой аромат посложнее На данный аромат не каждый, наверное, может решиться Но я, опять же, понюхав его однажды Я абсолютно влюбилась в данный аромат Он какое-то время находился в моем виш-листе И когда у меня появилась такая возможность Я его приобрела, чему несказанно рада Следующий аромат Который, честно говоря, в моем понимании Находится где-то на стыке дневного и вечернего Я периодически его использую как мой дневной парфюм Периодически его использую как мой вечерний парфюм Это Jure d'Hermes От марки Hermès Вот в таком вот флакончике Парфюм очень приятный И также пользуюсь, честно говоря, им не часто Он достаточно терпкий Мне, в принципе, наверное, благодаря тому, что я взрослею Благодаря тому, что я становлюсь старшей И я перехожу из категории молодой девушки Вернее, я, в принципе, перехожу из категории девушки В категорию молодой женщины Мне в последнее время все меньше нравятся Такие совсем вот легкие девичьи цветочные ароматы И все больше нравятся какие-то такие терпкие, интересные Превращающие меня в такую вот коварную обольстительницу Соблазнительницу Где-то немножко роковую женщину Для меня этот парфюм, как и, в принципе, большинство моих парфюмов Это такая вот игра в персонажи Я одеваю определенный парфюм Я одеваю на себя определенный образ, который я в течение дня буду играть И который на данный момент соответствует моему настроению Вот данный парфюм, он для лета все-таки тяжеловат Я это прекрасно осознаю Для лета я больше и чаще использую аромат гросселина от марки Гюрле А вот этот вот Джур Дерме Это отличный аромат для осени, для зимы И, в принципе, если вам хочется почувствовать себя этакой Грейс Кейли Сесть в кабриолет, повязать вокруг лица шелковый платок То вот этот вот аромат, он абсолютно дополнит данный образ И очень органично в него впишется И еще один аромат, о котором мне хотелось вам рассказать Это вот такой вот парфюм, который называется Пурфам От марки Лекантес Данный парфюм мне подарил мой молодой человек Как правило, я парфюмы свои выбираю сама Потому что, честно говоря, такая достаточно большая привереда И угадать мне с парфюмом непросто Вот этот парфюм подарил мне, как я уже говорила, мой молодой человек И, честно говоря, он попал Я не сразу поняла этот парфюм Какое-то время он у меня стоял на полочке Но в последнее время я пользуюсь им все чаще и чаще Он также относится к категории таких достаточно терпких ароматов Ну, видимо, мне необходимо было действительно немножечко повзрослеть И дорасти до того, чтобы одевать себя именно в такие ароматы Чтобы наконец-то почувствовать уже, осознать себя молодой, красивой, соблазнительной женщиной И начать не только выглядеть как молодая, красивая, соблазнительная женщина Но и чувствовать себя ею И выбирать для себя соответствующую одежду Выбирать для себя соответствующий парфюм Выбирать для себя соответствующую модель поведения И вот этот вот аромат мне в этом очень-очень помогает Также то, что касается ароматов В моей сумочке всегда лежат вот такие вот два малыша От марки HFC Я их получила в подарок на последнем Кригену Beauty Day Вот так вот они выглядят Один из них называется We're Love Everywhere И второй из них называется Party on the Moon Вот Party on the Moon, он такой более резкий Более хулиганский Более легкий, наверное Я его предпочитаю Когда я понимаю, что я такая немножечко бунтарка Немножко хулиганка И хочется взбодрить себя То я достаю из сумочки и наношу на запястье и подушке Аромат Party on the Moon от марки HFC А когда мне, опять же, хочется почувствовать себя женщиной в вамп И окружить себя облаком какого-то такого вот очень тепкого аромата На который будут реагировать мужчины, находящиеся вокруг меня Я прибегаю к аромату We're Love Everywhere Вот с таким вот необычным названием Собственно, так же его наношу и превращаюсь в коварную соблазнительницу Итак, заканчивая разговор о парфюмах, я бы быстренько хотела остановиться на способах нанесения парфюма Как я уже сказала, вот такие вот малыши и парфюмы вот в таких вот колбочках Я обычно наношу несколько капель на запястье Вот так вот растирая, да, согревая эту зону Могу пальчиком нанести несколько капелек под ушки А если мы говорим о каких-то полноразмерных парфюмах Например, о моей любимой гросселине от марки Girland То я стараюсь после того, как я приняла душ На голое тело сделать несколько пшиков в районе шеи и груди И войти То есть сначала сделать несколько пшиков в воздух И создать в воздухе вот это вот облако ароматическое А потом, будучи обнаженной, войти в это облако Чтобы данный аромат равномерно распределился по моему телу И, собственно, сохранил свой запах Запах в этом случае будет таким очень легким, ненавязчивым И вы не получите эффект too much Что тоже очень и очень нехорошо Особенно, когда в помещении находится достаточно большое количество людей И большинство из них очень щедро спрыснули себя туалетной водой Какими-то различными парфюмами То, честно говоря, получается какая-то такая ароматическая кафония От которой лично у меня начинает болеть голова Поэтому я стараюсь использовать парфюмы очень-очень аккуратно И ни в коем случае стараюсь не переборщить То, что касается парфюмов, тут, как и в любом деле Как и в том, что касается макияжа В принципе, всего-всего в этой жизни Главное чувство меры, собственно Как сказал товарищ Вильям Шекспир Не будь нерасточителем, не скряга Лишь чувство меры истинное благо Вот чувство меры, собственно, и стараемся сохранять Итак, я очень надеюсь, что данная информация оказалась для вас полезной Если вам нравится, ставьте пальчики вверх Оставляйте свои комментарии, пожалуйста, внизу под данным видео Спасибо большое, что подписываетесь на мой канал Мне безумно приятно, что у нас становится все больше Что у меня появляется такая своя маленькая армия Бьюти-маньяков и бьюти-голиков С которыми мы разговариваем на одном языке И до скорых встреч на моем канале Пока-пока-пока!